Привет, друзья! Это снова подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО, и для вас собрались поговорить о теннисе в комментаторской кабине. Собственно, ОКО, Роман Комин и Вадим Кольцов. Всем привет! Привет! Наш сегодняшний выпуск называется «Серии продолжаются, серии прерываются». Ром, ты придумал ему название, ну, в общем-то, расскажи, почему оно такое. Ты отдувайся, да? Ну, будет одна серия сюрпризов, которую, я думаю, большинство наших слушателей не знают, но на поверхности, конечно же, лежат очевидные. Серия Рафаэля Надаля, серия удивительная, которую не ждал никто, но я предлагаю все-таки ее, как серию прерванную, чуть-чуть отложить и начать с серии, которая продолжается. Игорь Швентек продолжает обыгрывать всех. Второй подряд «Тысячник» выигрывает польская теннисистка. 11 матчей подряд на таком уровне, мне кажется, это выдающееся достижение. Да, нет, Эшли Барти, да, она опять не приехала, она пропускает, не будем об этом. В любом случае, конкуренция была высокой, условия были зачастую сложными. Уровень соперниц, если мы посмотрим, ну, там не было никакого везения. Там соперницы из топ-50, все, которые были у Швентек, и она это все преодолела. В прошлый раз мы обсуждали, да, начало турнира, что Иго не просто входила в него, она постоянно проигрывала первые сеты, потом уничтожая соперниц во втором и третьем. Но как раз к концу турнира Швентек разыгралась. И я бы, наверное, начал как раз вот с четвертьфиналов, то, на чем мы как бы остановились и в прошлый раз разговаривали мы перед четвертьфиналами. И матчи одной четвертой финала в женской сетке, ну, начались довольно-таки удивительно, прям скажем, потому что там абсолютно не получилось борьбы в первых играх. Швентек разгромила Мэдисон Киз, 1-6-0. И это удивительное совершенно поражение Мэдисон. У нее случаются перепады, это с ней бывает, что она хорошо играет турнир и потом вдруг проваливается, но тут провал наложился еще на хорошую форму Швентек, и Киз потерпела одно из самых сокрушительных поражений в своей карьере. Собственно, на уровне WTA она так не проигрывала никогда. У нее был матч с Кербер, где она только один гейм выиграла, но там она все-таки снялась при 0-4 во втором сете или при 1-4. Но в целом за всю карьеру только один матч такой у нее можно найти. Это у нее был в 2010 году, по-моему, 15 лет тогда было только Мэдисон Киз. У нее не было еще даже рейтинга, и вот она тогда Ирине Фальконе проиграла 0-6-0-6. Но Швентек таким образом здесь легко выиграла. Параллельно в этой же части сетки Халеб разгромила Мартич. Тоже там был просто вынос тела, но у Мартич была травма. Но там была серия из 30 розыгрышей, из которых Халеб выиграла 29. Вообще на таком уровне такое увидеть довольно сложно. Дальше было как-то уже поинтереснее, понапряженнее. Но там лишилась Россия своей последней представительницы. Вероника Кудерметова играла с Паулой Бодосой и ей уступила. Бодоса продолжала защиту титула вплоть до полуфинала, где она, собственно, наткнулась на Марию Сакой. И вот этот матч... Вообще оба полуфинала, мне кажется, по вывеске были интересными. Ну, потому что Симону Халеб мы все-таки хотим видеть на вершине. Вверху рейтинга, скажем так. Когда Симона в решающих стадиях турниров есть, это всегда интересно. Симона Халеб создает интересные матчи. Ее теннис к этому предрасполагает. И соперницы здесь были соответствующие в решающей стадии. Поскольку к полуфиналам мы подошли, не зная, кто будет второй ракеткой мира в новом рейтинге. Понятно было, что ей не будет Кречкова. Но на второе место претендовали Бодоса, Саккари и Швентек. Там были разные расклады. Наверное, сейчас уже постфактум погружаться в них нет смысла. Но получили мы с этой точки зрения, с точки зрения этой интриги, идеальный финал. Саккари против Швентек, в котором победительница получала не только титул, но и второе место в рейтинге. Но прежде чем о финале говорить, я бы еще сказал о полуфинале в исполнении Саккари. Потому что мне кажется, что для нее это была победа важная. Поскольку Марье, ну те, кто смотрел, видели, как она отреагировала. Там были слезы, было очень много эмоций. Потому что для Саккари полуфинал это очень тяжелая стадия. Мы много месяцев следили за Феликсом Ажи Алиасимом. Думали, выиграет ли он хоть когда-нибудь на конец финальный матч на уровне ATP. Ну, у Саккари не совсем такая же ситуация, но, честно говоря, не сильно отличающаяся в плане полуфиналов. Перед Индиан Уэллс у нее в полуфиналах было 4 победы и 14 поражений. Ну, для игрока первой десятки это катастрофа. Для игрока, который хочет быть на самом верху. Да, безусловно. Ну, а что касается противостояния Швентек и Саккари, то хотя до этого сезона Швентек, по сути, Саккари для Швентек была злым гением, которая обыгрывала ее в очень важных турнирах. Вот, например, в прошлом году на открытом чемпионате Франции, где защищала титул Швентек. В этом же сезоне мы видим совершенно другую картину, что мало того, что Швентек, как ты сказал, два тысячника подряд выиграла, она и на обоих тысячниках обыграла неудобную до этого сезона для себя Саккари. Ну, и вообще, при условии того, что Барти не играет, ну, вообще довольно специфическая вообще ситуация, что теннисистка, которая первую строчку занимает, и которая, если брать Австралия на Open этого года, ну, она ведь, по сути, безоговорочная фаворитом у себя дома была на победу. Но вот на остальных турнирах тур каким-то образом существует как будто бы автономно от нее. И Швентек можно сейчас, ну, как-то в скобочках, наверное, назвать вообще первой ракеткой мира за вычетом, ну, за исключением Эшли Барти. То есть при условии, что Барти постоянно не играет, Швентек, напротив, все время играет. Вот получается такая ситуация, что тур на две части делится. На одних турнирах Эшли играет, и там один расклад, на других турнирах Эшли не играет, и расклад совершенно иной. Ну, в этом плане это перекликается и с тем, что в мужском туре происходит, где тоже первая ракетка мира нигде не играет. Ну, с Барти история абсолютно другая. Проводить параллели, кроме вот этих, не стоит все-таки. Я надеюсь, что все-таки Эшли будем видеть на основных соревнованиях. Очень хочется. Но мне кажется, что женский тур все-таки более ровный. И отсутствие Барти — это, конечно же, потеря. Но, наверное, не такая большая. При том, что Барти — великолепная теннисистка. Я очень люблю ее смотреть. Но мне кажется, глубина таланта в женском туре на верхних слоях такова, что даже потеря Эшли Барти не становится какой-то супервесомой. Потому что есть же много теннисисток, у которых, которые по потенциалу своему — это первые ракетки мира в борьбе с той же Барти. Но которые по разным причинам тоже не играют в последнее время. Не играют совсем. Или не играют регулярно. Это, ну, понятно, Сирена. Это, понятно, более очевидно, там, Осака, конечно же. Андриеску. Это все теннисистки, которые по своему потенциалу, конечно же, это десятка. Десятка без вопросов вообще на своем уровне, когда они. Ну, да, такие вот сейчас немножечко странные условия. Но мне кажется, что как раз, опять же, это говорит о глубине состава в WTA Tour, что вот при таких потерях, при том, что все эти теннисистки либо не играют, либо они совершенно не в порядке, как там Осака, которая, да, была в Индиан Уэллс, но к настоящей Осаке, которую мы помним, имеет довольно слабое отношение. И все равно это турнир с глубоким составом, с интересным составом, с великолепным составом на решающих стадиях и хорошими матчами. Что подвело, мне кажется, турнир в решающих стадиях, пока мы про женский говорим, и поэтому я про него скажу, но в мужском тоже этой темой я покоснулся, это погода. Ну, потому что этот ветер, практически ураганный ветер, который был в Индиан Уэллс, он не один матч испортил. И женский финал в том числе, он сильно повлиял. Тут есть, конечно, две стороны у этой монеты. С одной стороны, как любит говорить Билли Джин Кинг, Champions Adjust, то есть чемпионы адаптируются. И вот эти условия, она говорит как раз вот в том числе, когда ты попадаешь вот в такие условия, штормового ветра посреди твоего матча. Лучший игрок тот, кто быстрее привыкнет вот к этим изменившимся условиям. И в этом отношении это интересная проверка для игроков. Но с точки зрения, ну вот просто зрителя, который вот сел и хочет посмотреть хорошую игру высокого уровня, а этого ты ждешь от финала одного из крупнейших турниров сезона, конечно же, ветер — это подстава. И качество игры в матче Швентек и Саккаре, например, конечно же, от этого упало. Безусловно упало. И жаль, что так произошло, потому что Саккаре и Саккаре, и Швентек провели очень хорошие полторы недели. И до этого-то в Дохе и та, и другая хорошо играли. И обе, мне кажется, вот сейчас выходят на новый уровень. Ну, Швентек становится теннисисткой, которая... Прошлый год был же не то, что у нее плохой, но она стабильно выходила там в четверть финала, в полуфинала, в четверть финала, опять в одну восьмую. Вот на мейджорах на всех, да, на тысячниках. Были и победы на тысячниках, но все-таки вот топовых результатов чуть-чуть не хватало. Вот этого было достаточно, чтобы быть в десятке, но было недостаточно, чтобы бороться там за первое место, за которое она хочет бороться. Сейчас она выигрывает подряд два тысячника. И это на покрытии, которое вроде бы не ее любимое. Ее любимое вот сейчас только будет, через несколько недель. А она уже доминирует. И Саккари, о которой тоже мы говорили, что в полуфиналах, в целом в решающих стадиях, ее не хватает. Ну, потому что сейчас Мария — это третья ракетка мира, теперь в новом рейтинге. Но эта теннисистка, третья ракетка мира, имеет один титул за карьеру. В Рабате. И еще там три финала, четыре финала, из которых только Индиан Уэллс такого уровня. Вроде бы, с одной стороны, это повод начать плеваться, мол, что это за третья ракетка мира такая. Но, с другой стороны, это говорит о том, что и результаты ее можно посмотреть. Она постоянно в четвертьфиналах, в полуфиналах, в четвертьфиналах. Она не вылетает рано. И это тоже, конечно же, высокий уровень. Она пока не может продвинуться чуть выше, но из недели в неделю на каждом турнире доходить до этих стадий — это тоже, конечно же, показатель класса. И поэтому, ну, я ждал большего от финала в плане качества. Просто погода... Я повторюсь, у меня это не камень в огород теннисисток. Это просто так сложилось, что вот при таких условиях играли. И поэтому, я думаю, лучший теннис показать у них не получилось. Ну и, конечно же, надо все-таки хотя бы короткой строкой сказать, что именно Мария Сакари нанесла Пауле Бадосе первое поражение в Индиан Уэллс. Потому что до этого Бадоса оставалась одной из трех теннисисток в истории, которые в Индиан Уэллс не проигрывали. И могла стать, собственно, первой после Навратиловой, кому удалось бы защитить титул. Но не удалось. Ну, что касается ветра, не первый раз уже приведу этот пример, но, возможно, первый раз в этом подкасте. Один из первых финалов, который мне запомнился, который я смотрел своими глазами в прямом эфире, это был финал Ролан Гарос 99-го года, Андреа Гасси против Андрея Медведева. И, наверное, апофеоз того, насколько ветреной может быть погода, причем в абсолютно важнейший матч, это как раз вот тот парижский финал, получается, 23 года назад, который был сыгран. И как раз во многом из-за ветра так долго Агаси входил в игру. Он проиграл разгромно первые два сета, 2-6-1-6. И вот только после этого собрался, взял себя в руки, подстроился под игру Андрея Медведева, который близок был, очень близок к победе на мейджоре, но не выиграл тот матч. Ну, конечно, я могу сказать, когда ты смотришь матчи в ветреную погоду, ну, действительно, ты совершенно прав. Я согласен полностью с тем, что... Другой вид спорта. Да, получается, ты смотришь не столько зрелищную игру, не настолько, насколько хотелось бы, тем более каждый, кто играл в теннис сам, и кто играет, знает, насколько это просто некомфортно играть в ветреную погоду, потому что постоянно тебе мяч сдувает, ветер тебе сдувает мяч именно из центра ракетки, тебе постоянно приходится подстраиваться, тебе постоянно приходится думать не о том, как подойти к мячу, а о том, как рассчитать траекторию, куда его сдует ветер. А потом, как бы, вообще по нему попасть хоть как-нибудь. Ну, а уж если мы берем свечу, так это, наверное, самый зависимый элемент от ветра, получается точную свечу бросить еще сложнее в ветреную погоду, потому что мяч летит слабо, если боковой ветер, то очень вероятно ветер, мяч сдует за пределы корта вбок. Что касается, если ветер, скажем так, продольный вдоль корта, то тут надо постоянно, когда ты меняешься сторонами, подстраиваться, то в одном случае тебе нужно свечу бросить более глубокую, чтобы преодолеть поток ветра, с другой, когда ты переходишь на другую сторону, тебе уже нужно бросить свечу напротив покороче, из-за расчета, что ветер свое дело сделает и до задней линии мяч додует, так скажем. Но вот такой получился финал. И вообще вот весь турнир, можно сказать, как начинался под эгидой ветра, потому что я вспоминаю матч первого круга, Слоун Стивенс против Наоми Осаки. Вот все начиналось с ветреной погоды там, то есть ожидался супер матч, вывеска по именам потрясающая. Да и матч получился интересный, но опять же с пометкой, со звездочкой, что было ветрено, и, соответственно, ни та, ни другая лучший теннис не показали. Вот начиналось все в ветреную погоду в Индиан Уэллс, в ветреную погоду и закончилось. Ну, теперь тур перебирается на другую часть Соединенных Штатов, из Калифорнии во Флориду, посмотрим, что будет там. Ну, а что касается именно турнира в Индиан Уэллс, о котором мы говорим, то, конечно, тоже от себя хочу добавить по поводу Вероники Кудерметовой. Да, это четвертьфинал проигранный Пауле Бадоси, но, опять же, прекрасный турнир провела Кудерметова. В прошлом подкасте мы уже говорили о ней. Здесь добавлю то, что Вероника Кудерметова еще на одну строчку вверх поднялась. Она теперь 23-ю рекордную в карьере занимает и по-прежнему двигается к тому, чтобы впервые попасть в топ-20 мирового рейтинга. Но впереди у Вероники Кудерметовой, сейчас даже я не про Майами хочу сказать, а впереди у нее в скором времени турнир в Чарльстоне, где защищать прошлогоднюю победу. Соответственно, нужно думать о том, как в идеале эти очки защитить, иначе можно напротив в рейтинге будет несколько потерять. Ну а что, Ром, по поводу мужского турнира? Подожди. Да. Про прерванные серии, но не про Надаля. В женской паре произошло... Ну, во-первых, я бы отметил, что там выиграли Сюй и Фань и Ян Джао Сюань. Это первая китайская пара, которая выиграла Тысячник женский. Китаянки выигрывали, ну, в одиночном разряде все понятно. Там была Алина, Великая. Были другие успехи в паре. Победы на шлемах. Все было у китайских девушек. Но вот чтобы две китайские теннисистки в паре, они... Такое происходит впервые на столь высоком уровне. Это надо отметить. Но ближе к серии. В финале они обыграли Эйжу Мухаммад и Эну Сибахару. И до этого матча победная серия Мухаммад в одиночке и паре вместе взятых была 27 матчей. Весь февраль и полмарта она обыгрывала всех. Понятно, что, конечно же, это по большей части турниры ITF. Но все равно, мне кажется, это любопытная деталь. Да, это очень... Это сразу напоминает о Пабло Кареню Бусти, который в 2011 году провел сумасшедшую серию на турнирах ITF, на фьючерсах. И он своего рода уникальный игрок, который, можно сказать, за счет вот той суперсерии на фьючерсах перепрыгнул сразу стадию челленджеров. То есть это на самом деле редкое явление, когда обычно мы привыкаем к тому, что либо игрок сразу получает уэлдкарды, оправдывает их и закрепляется в туре, либо у него долгая и тернистая дорога сначала по челленджерам, сначала на фьючерсах, затем на челленджерах, затем уже в основном туре. А вот Кареню Буста за счет суперсерии перепрыгнул. За год все это прошло. Да, но он тогда, да, после травмы возвращался в справедливости радио, он там уже перед травмой был где-то там в районе 200-го места, потом он из-за травмы долго пропустил, откатился где-то в конец тысячи и, вернувшись, начал громить всех и вся. Ну что, перейдем на этой ноте как раз ты перебросил сразу же мостик в мужской турнир, да? И как раз к испанцам в том числе, которые составили, возможно, матч, который привлек максимальное внимание на Даль Алькарас, вывеска мечты. В полуфинале было, но матч в основном собрал, я так слушал, что-то читал, восторженные отзывы. Я его посмотрел, у меня было небольшое... Я сразу оговорюсь, что я смотрел его в записи. У меня он небольшое разочарование все же вызвал. И это опять из-за погоды. Во втором сете там сдувало все. Там показали, честно говоря, где-то в середине партии, по-моему, или между сетами кадры ветра вне корта, как это выглядит. На пальмах все это прекрасно видно. Честно, было страшно. Я не понимал, почему они вообще продолжают играть. И Надаль тоже не понимал. Он несколько раз к судьям обращался. Там супервайзер выходил, Джерри Армстронг на корт. Надаль говорил, что, ну, может быть, все-таки хватит. Потому что второй сет это было мучение. Это было просто натуральное мучение. Но два других сета были хороши. Это не были, наверное, прям топовые образцы тенниса в исполнении и Надали, и Аль Караса. Но все равно розыгрышей фантастических было достаточно. И в противостоянии с Надалем можно было убедиться, какого прогресса достиг Аль Карас. Потому что в прошлом году мы видели, Надаль его еще уничтожал. Сейчас это уже был матч соперников, которые приблизительно на одном уровне находятся. Да, Рафа пока все еще сильнее, но Аль Карас уже близко. Он уже подбирается к лучшим. И, собственно, Надаль сам сказал, что я готовился к этому матчу как к матчу с игроком, который на уровне топ-8. И, наверное, нельзя не согласиться. Аль Карас уже там. Да, безусловно, сейчас теннис, который, мне кажется, еще в прошлом сезоне теннис, который в конце года показывал Аль Карас, когда, например, он обыгрывал Синера, и когда он выигрывал юношеский итоговый, конечно, это уже был теннис, который или уровень первой десятки, или где-то рядом. Потенциал и профессионализм, который Аль Карас демонстрирует, конечно, ну, всячески намекали на то, что это будущий игрок первой десятки. Мне понравилось вообще отношение Рафаэля Надали к Карлосу Аль Карасу в этом матче. Все-таки, ну, мы привыкаем видеть, привыкли уже видеть Рафу в определенном психологическом состоянии, как такого бескомпромиссного абсолютно бойца, в чем мы лишний раз убедились в матче против Данила Медведева. Но здесь чувствовалось, что он несколько поотечески, несколько заботливо относится к Карлосу Аль Карасу. Конечно, это нисколько не говорит о том, что могли быть какие-то поддавки ни в коем случае. Но это было несколько более трепетное отношение к своему соотечественнику, молодому. И чувствовалось, что Рафа несколько тоже находится под магическим влиянием Карлоса Аль Караса. Более того, попадались мне кадры, где Рафаэль Надаль по ходу турнира. Стоит это, причем, по-моему, было как раз перед матчем с Карлосом Аль Карасом, где его кто-то заснял в подтрибунном помещении, где он стоит и смотрит, как свой матч играет четвертьфинальный Аль Карас. Ну, вот это, конечно, было интересно. Но что я могу сказать? За год огромную работу проделал Карлос Аль Карас, причем работу он проделал не только в теннисном и в психологическом плане, он даже, что касается его габаритов и антропометрии... Физически обнадалил. Да, он стал мощный, он раскачался, что, опять же, подчеркивает, насколько он профессионально относится к делу, насколько это одержимый теннисом и результатом в теннисе игрок. Да, на этот раз проиграл Карлос Аль Карас. Но вот что касается перспектив Рафаэля Надаль, не случится ли так, что после этого поражения пик формы Рафа постепенно начнет сходить на нету. При всякоческом уважении к Рафаэлю и к тому, что он на протяжении многих лет карьеры показывает, ну, когда-то же должны закончиться вот эти резервы. То, как сейчас играет Надаль, это не просто неожиданно, а в некоторый ступор может повергнуть, потому что, ну, никто именно от него не ожидал, что это уже не второе и не третье дыхание, уже, наверное, какое-нибудь седьмое по счету, то, что Надаль сейчас демонстрирует. Ну, как раз в Индиан Уэллст, мне кажется, Надаль был не на топовом уровне. Это было, в общем, по ходу всего турнира заметно. Он опять преодолевал все ожидания. Казалось, что, в общем, и с Кириосом могут быть проблемы, и с Аль Карасом могут быть проблемы. И он опять их всех обыгрывает. И, наверное, проиграл в тот момент, от которого меньше всего этого ждали. Он проиграл Тейлору Фрицу, где, казалось, Рафа фаворит. Но опять, я бы, может быть, через минуту перешел бы к финалу, потому что, мне кажется, стоит еще проговорить, как Фриц там оказался. И еще одно последнее буквально вот слово я бы хотел сказать об Аль Карасе, что ты упомянул четвертьфинал, как четвертьфинал его смотрел Надаль. Аль Карас стал... Это статистика, которую нашел британский журналист Мэтт Робертс. Очень любопытная, по-моему, Аль Карас, стал самым молодым четвертьфиналистом Индиан Уэллс с 89-го года. И тогда этим молодым четвертьфиналистом был Майкл Чанг, который, ты помнишь, что потом сделал в 89-м году. Да. Он выиграл Ролан Гарос. И остается по сей день самым молодым, собственно, чемпионом на турнирах Большого Шлема. Ну, это как такая удочка в перспективы Аль Караса на Ролан Гарос. Понятно, что Индиан Уэллс с Ролан Гарос никак не связаны, но сама вот эта параллель вроде бы напрашивается. Хотя, конечно же, то, каким видится будущее Аль Караса, это не будущее. Это не та карьера, которая была у Майкла Чанга при всем уважении к Майклу Чангу. Это был хороший игрок, это был выдающийся игрок, но Аль Карас, мне кажется, что это игрок... Ну, говорит, что он там может 20 шлемов выиграть, но это прогноз, который невозможно давать, потому что невозможно предсказать, что кто-то выиграет 20 шлемов. Но условно, что это теннисист, которому точно по силам выиграть 8 шлемов, мне кажется, это реалистичным. В отношении Аль Караса, мне кажется, это более чем реалистичным. Это игрок, у которого сейчас ну, слабых мест почти нет, и он развивается, и он уже тренирует там выход к сетке, и он с лета играет. Пожалуй, ну вот из того, что так вот на поверхности, мне кажется, может быть, ему сейчас еще не хватает чего, это первой подачи. Вот на ней он пока недостаточно доминирует, как он мог бы доминировать. Во всем остальном, ну, это просто машина. Вторая подача хорошая. Форхенд, убийственный, бэкхенд, убийственный. В атаке он умеет играть в обороне, он умеет играть физически, он готов. Психологически он готов. Алькарас, ну, он невероятен. Мы о многих ребятах говорили там за последние годы, да, в своих эфирах, там и Зверев когда появлялся, и Медведев, и Циципас, но мне кажется, опять же, при всем к ним уважении, в 18 лет ни один из них даже близко не был к тому уровню, на котором сейчас Алькарас. Алькарас сейчас, он в этом году будет на одном уровне с ними по игре, мне кажется. Уже вот он прямо рядышком где-то с ними, а кого-то, я думаю, он уже в этом году и обойдет. Ну, там, того же Циципаса, о котором мы говорили в прошлый раз, там, с его проблемами с приемом, которые он не может решить сколько лет. Ну, Алькарас на приеме намного лучше. Да, Циципас, конечно же, на подаче. Сильнее пока что, но мне кажется, что больше вероятность, что Алькарас прибавит на подаче, чем то, что Циципас как-то принципиально сейчас прибавит на приеме. Мне кажется, что Алькарас это тот человек, который нас заставит немножечко все-таки но забыть о том, что же будем мы делать, когда Федор, Нандаль, Джокович уйдут. Я думаю, что мы будем наслаждаться Алькарасом все эти годы. Мне очень нравится то, что вокруг Алькараса в силу объективных причин не гуляет разнообразных слухов, сплетен. То есть он занят работой, он занят прогрессом, он занят теннисом, теннисом и исключительно теннисом. Вот даже Яник Синер, хотя он парень довольно флегматичный, спокойный, но при этом даже он себе некогда позволял какие-то высказывания относительно Александра Зверева, там они что-то не поладили во время Ролан Горос 2020, и вот одна-две реплики, но от Синера проскакивали. Вот что касается Алькараса, то пока у него, по сути, безупречная репутация, и он Рафаэля Надаля очень напоминает молодого именно этим. Вот я вспоминаю Рафа образца 2005 года, когда он впервые выиграл Ролан Горос, ведь о нем ничего не ходил, вот опять же, не ходила никакая, не гуляла посторонняя информация, потому что человек был занят делом, был нацелен на результат, и он этот результат, его добился, когда ему только-только исполнилось 19 лет. У Надаля 3 июня день рождения, и буквально через пару дней после 19-летия своего он выиграл первый турнир Большого шлема. Карлосу Алькарасу не настолько близко к решающим стадиям Ролан Горос исполнится 19 лет, но примерно за месяц. И вот здесь тоже эта аналогия и параллель прослеживается. А еще, знаешь, вот жаль не было Карлоса Мои в Индиан Уэллс, а то, представляешь, собрались бы на одном стадионе в одно время все первые ракетки Испании, первые ракетки мира испанские. Мойя, Ферреро, Надаль и будущая первая ракетка мира Карлос Алькарас тоже был бы на этом корте, на этом стадионе. Но Мои не было, к сожалению, чтобы закрыть этот пасьянс. Всегда опасно делать долгоиграющие прогнозы, долгосрочные относительно количества побед на турнирах Большого Шлема, хотя хочется этим заниматься, хочется же как-то проектировать, заглядывать в теннисное будущее, но как из раза в раз приходится говорить о том, что теннисная карьера это очень многоступенчатая мозаика из здоровья, удачи, трудолюбия. Мы же даже не можем догадываться о том, а вдруг Алькарас чем-то заинтересуется в 23 года так, что его сильно отвлечет от тенниса и что повлияет на результаты. Роман сейчас скептически сомневаясь, вот такая у него мимика на лице, я согласен, но тем не менее, а вдруг будет так, хотя я с тобой соглашусь в том, что что касается мультишлемов, скорее да, чем нет, что касается звания первой ракетки мира, тоже скорее да, чем нет. И вот опять же, если анализировать соперников текущих, Карлоса Алькараса, и допустим, представить, что будет с теннисным туром через два года, вот даже относительно Данила Медведева, нельзя сказать такого, что Медведев будет сильнее, чем Алькарас. У Алькараса, в общем-то, уже есть все, чтобы даже Данила обыгрывать и делать это довольно уверенно. Давай я сейчас прямо это похайпую, как говорится, и буду делать безумные прогнозы, потом провалюсь с ними. Давай вместе это делать. Но просто мне кажется, что Алькарас настолько хорош, что он не то, что с Медведевым, Циципасом, с Зверем, мне кажется, что Алькарас, родись он на 15 лет раньше, Алькарас сделал бы большую четверку большой пятеркой, и еще черт его знает, кто бы больше всего выиграл бы. Мне кажется, что потенциал Алькараса вот таков. Мне кажется. Я не профессиональный тренер, не профессиональный игрок, но как зрителю мне кажется, что Алькарас еще взорвет наш мозг о том уровне тенниса, на котором он сможет играть. Мне кажется, что понятно, что может быть травма. Естественно, по ходу карьеры может случиться все, что угодно. Но если говорить о том, как максимально хорошо может сложиться карьера, вот если прям максимально хорошо, я думаю, что Алькарас может стать тем игроком, который будет бить рекорды Джоковича и Надали. Ну, Федорера, мне кажется, уже мы не рассматриваем все-таки, но это будет совсем чудо, если Федорер по... Я имею в виду рекорды по количеству мейджоров. Вряд ли Роджер все-таки еще, наверное, выиграет шлемы, хотя, конечно, это была бы супер история. Но объективно говоря, и мне кажется, что по потенциалу Алькарас это вот такой игрок. Но, по крайней мере, вот шлемов там 6-8, даже при не идеально сложившейся его карьере, мне кажется, он должен выиграть. Ну, потому что он... Ну, он вообще не имеет слабых мест. И отношения, да, ты правильно сказал, он помешан на теннисе. Он весь в теннисе. Ты правильно опять же сказал, как Надаль, молодой. Он очень четко понимает... Я думаю, что, собственно, и пример Надаля ему важен. Его часто с Надалем сравнивают. Да, это там, после того, как он еще сейчас физически так набрал мышц, стало еще более похоже. И вот эти футболки без рукавов они оба любят. Но в плане игры они не очень похожи. И Хуан Карлос Феррера говорил, что они скорее, если сравнивать Аль Караса, то, наверное, больше с Джокови, чем они с Надалем в плане игры. Но вот именно в плане примера отношения к делу, я думаю, что пример Надаля много значит для Аль Караса. Очень много. И, в принципе, это, на самом деле, топовые испанские игроки, на которых рос Надаль, и с которыми растет сейчас рядом, имея их как там тренеров в том или ином контексте Аль Карас, они же все были всегда достаточно собраны. И Мойя, и Каретха, и Феррера, они никогда сильно не распылялись на какие-то стороны, мне кажется. Они довольно собраны были. Ну, Рафа тем более. И Аль Карас, мне кажется, в общем и целом он продолжает эту линию. У него есть эти люди рядом, которые были на этом уровне, которые знают, что там нужно. И с точки зрения технической, с точки зрения составления расписания, составления диеты, количество людей в команде, качество людей в команде, они все это знают. И при этом они, да, они не свадебные генералы. Ферреру не лицом там сидит, торгует на месте тренера Аль Караса. Он все знания, которые у него есть, он вкладывает, потому что он сам не доиграл. Он добился вроде бы всего, он был первым в мире, но он не доиграл, он рано ушел. И он сам говорит, что иногда, да, я думаю, что возможно, возможно, поторопился, да, ну потому что у него возраст, он сейчас мог бы еще играть вообще-то. Они с Федорером, по-моему, ровесники, плюс-минус там. Понятно, что это особое долголетие, но в общем и целом, да, Феррера мы уже забыли, когда он вообще на корт выходил, а вообще-то он мог бы еще. И поэтому через Аль Караса Феррера самому интересно себя реализовать. Потому что все-таки часто бывает, что топовые игроки, там, что в теннисе, что в других видах спорта, все-таки самые топовые, не всегда им это интересно. Ну, потому что они уже всего добились, не всегда им удается найти эту мотивацию заново освоить другую профессию. А это хоть и смежная, но другая профессия. Феррера это очевидно интересно, и Аль Карасу в этом плане тоже очень повезло, что вот рядом с ним есть такой человек, который пошел all-in в этот проект. Я готовил сейчас ответную реплику на твой монолог, но так получилось, что ты сказал практически все, что хотел сказать я. Единственное, что я добавлю, мне кажется, что все-таки Аль Карас родился в свое время, вот именно по той самой причине, что спорт за последние 15 лет, если мы, опять же, я цепляюсь за твою фразу, о том, что бы было, если бы Аль Карас родился на 15 лет пораньше. Как раз за эти последние 15 лет спорт стал гораздо более профессиональным, это даже не только тенниса касается. То есть многие игроки и в других видах спорта, и в теннисе, поняли, насколько важно правильно сочетать тренировки в тренажерном зале и тренировки в игре. Опять же, диета, физиотерапия, восстановительные процедуры, то есть, если помнить... Психологи. Психологи, конечно. То есть, если еще 15 лет назад, то есть, ну, хотя бы пример Евгения Кафельникова, который даже до 30 лет не доиграл, а Федерер сейчас, ну, опять же, даже если он и не вернется, он последний шлем выиграл буквально три года назад, когда ему сколько, 37 или 38 лет было. то есть, о чем это, к чему я клоню, к тому, что, что мы, опять же, видели в спорте, допустим, 15 лет назад? Ну, некоторые спортсмены могли совмещать, скажем так, пивную терапию и выступления успешные на футбольном поле, вечеринки и успешные выступления на теннисном корте. можно вспомнить, например, Марка Росе, который любил отдохнуть между матчами ярко. Да, Евгений Кафельников помнится в одном из своих интервью рассказывал, как, по-моему, они с Сергеем Федоровым, который в НХЛ играл, встретились перед четвертьфиналом US Open. Четвертьфиналом US Open и Евгений Александрович потом не совсем хорошо готов был, выходя на матч. Четвертьфинал мейджора сейчас, от Кирьеса в целом я бы не удивился. Цонга, мне кажется, в общем, ну так, жил хорошей жизнью. Я не помню, рассказывал я или нет, но мы на Уимблдон, когда еще бывало, ездили, собственно, Жо Уилфред жил в буквально там двух домах от нас. Я не помню, до какой стадии он конкретно в тот сезон дошел, но что-то типа четвертьфинала или одной восьмой было. Ну, то есть, хорошее, нормальное выступление. И спокойно можно было идя с работы вечером. Проходишь мимо, Жо Уилфред стоит около своего дома с сигарой и с шампанским. Нормально все у человека. Он, ну это, я не считаю, что игроков за это надо третировать. Ну, все мы там, после работы можем позволить себе расслабиться. Мы считаем почему-то, что игроки не могут себе позволить. могут тоже. Другое дело, что если ты хочешь выиграть 20 шлемов, тогда ты этого не делаешь. Вот о чем и речь. То есть, если ты, ну это в любой профессии так будет, если ты хочешь быть лучшим из лучших в истории, то придя домой с работы, ты будешь дальше работать. Нет никакой гениальности, есть работа. Если ты работаешь 24 часа в сутки над тем, над чем ты работаешь, ты станешь, скорее всего, выдающимся в своей области. А если ты не готов на это, то ты станешь, ну, кем-то еще, там, может быть, хорошим специалистом. И я хочу пояснить, что в этом нет ничего плохого. Гениальности, вот это величие, это удел единиц. Ни у кого, очень мало у кого есть такая мотивация, такая сила воли, чтобы одним делом заниматься изо дня в день, годами. Я, честно, про себя могу сказать, я так не могу. Конечно же, иначе я бы был тоже, наверное, где-то там по уровню своему. Вот они могут, и мне кажется, собственно, и Алькарас может быть там. Он, по-моему, может заниматься теннисом 24 часа в сутки. Ну, вот Ник Кириус, наверное, тоже, если бы на 15 лет раньше играл, он бы большего достиг, потому что профессионализм 15 лет назад, он все-таки был несколько иной. Сейчас Кириус является хорошим примером того, что и не только Кириус, вот еще Бернард Томич, например, то есть оба они являются хорошими примерами того, как непрофессиональный подход к делу, где непрофессиональный подход к делу позволяет оказываться в теннисе, в рейтинге и на турнирах в данный момент. Ну, мне кажется, что с Томичем немножко другая история. Томич, да мне кажется, что он в любое время бы провалился с таким вот, со всем тем, что с ним случается. Кириус все-таки, он при всем том, у Кириуса есть уровень, у Томича нет уровня на выходе, у Кириуса просто, мне кажется, если бы он занимался бы серьезно теннисом, а не рассматривал это как некое развлечение, часть своей жизни, которое позволяет ему заработать денег на какие-то другие его интересы. И он бы просто еженедельно играл на том уровне, на котором он играл здесь. Томич, его нету, нету теннисиста Бернарда Томича сейчас, мне кажется. его нету такого по большому счету. На нужных результатах от Томича мы не видим. Но у Томича игра очень мягкая и при этом с мягкой игрой, которую показывает Томич, можно побеждать, только играя очень умно. Если вспоминать, когда Томич играл хорошо, Томич играл очень умно, и как раз если бы Томич продолжал играть так, как он может играть, то, конечно, Томич был бы сейчас совсем на других позициях. Но, наверное, я соглашусь с тем, что свой талант Томич однозначно уже в землю зарыл, потому что спустя столько времени, сколько мы видим, что Томич ничего, по сути, не показывает, ну, наверное, все, что и было у Томича, все это уже куда-то улетучилось. Но при этом... Главное, что если бы он сам понимал, в чем проблема и ее решал, тогда бы все было возможно, сколько ему сейчас лет не было, поскольку играть сейчас можно до 35 спокойно. А, насколько я понимаю, ничего там не меняется. Но в голову ему не залезешь, что происходит в голове у Бернарда Томича. Но для меня они с Ником Кириосом при всей непохожести, они игроки, похожие тем, что они оба уникальные. То Кириос по-своему уникален, а Томич... Ну, назови мне еще вот такого игрока, который похож на Томича в плане игрового процесса. Вот, чтобы вот эти мягкие удары... То есть, если удар справа взять у Бернарда Томича, ну, он же, по сути, просто, можно сказать, ну, как-то тыркает мяч вперед. Как будто у него вот ракетка как лапша в руке, хотя это не так. Тоже самый удар слева. То есть, у него из сильных ударов, наверное, в арсенале только подача. Да, он может как-то прострелить отдельно, но при этом все остальные удары у него мягкие, зато у него настолько тонкое чувство мяча, что он мяч как будто кладет именно в ту... Клал. Сейчас уже он не кладет разве что на полку его. Клал мяч ровно в ту точку, в которую хотел его отправить. Ну, праймовый Симон, может быть. Все равно это что-то другое. Симон как раз был трудяга. Симон трудяга, который бегал, который работал. Он как раз по-своему немного алькарас. А томич это уникальный талант, который по сути... Ну, сколько томич? Годика два, наверное, поблистал. И то поблистал, это, наверное, будет слишком громко сказано. Посверкал. Весьма условно. Давай про таланта, который не зарыл себя в землю. Я Тейлори Фрица, который много лет собирал воедино свою жизнь, свою игру и, наконец, кажется, собрал. В полуфинале он играл с Андреем Рублевым. Мы очень много за наши десять с небольшим выпусков. И мы с тобой, и другие, кто участвовал в подкасте, говорили об Андрею. Мне, честно, добавить нечего по сравнению с тем, что мы говорили до этого. Потому что ничего не меняется, на мой взгляд. Рублев топ-игрок, топ, но не топ-топ. Все осталось там же. Он может выходить в одну четвертую мастерса, он может выходить в полуфинал мастерса. Он не сыграл свой лучший матч с Фрицем. Это факт. Но, опять же, в нынешнем теннисе Рублева четко виден потолок, и он опять в него уперся, мне кажется. Я бы больше, Андрей провел хороший турнир, полуфинал мастерса, это супер, все отлично, но я бы все-таки чуть-чуть сосредоточился, при том, что понятно, что, наверное, нашим слушателям они больше переживают за российских игроков, но я бы здесь именно больше чуть-чуть сказал о Тейлоре Фрице. Мы о нем упоминали не часто, но, по-моему, он этого теперь уж точно заслуживает. Тейлор Фриц провел великолепный турнир, у него были плохие отрезки на этом турнире, как, например, по ходу матча с Доминором, но на решающей стадии турнира Фриц сыграл прекрасно, и Тейлор Фриц вот для меня это один из игроков, который заставляет меня хотеть смотреть теннис дальше и больше, и больше, и больше. Когда он играет, мне интересно смотреть, что он делает. Я понимаю, что это вкусовщина во многом. Ну, там, условно, я знаю, ты сейчас обидишься, но я, мне сложно там Изнера или Карловича при всей моей любви к Иво. Я очень трепетно отношусь к Карловичу с большим уважением, но когда я включаю Карловича, Изнера, Андерсона, это не обвинение в, там, какой-то плохости их стиля. Они играют ровно так, как должны играть при их данных. Но я не могу сказать, что вот я включаю Изнера, смотрю час и думаю, ах, если бы этот матч продолжался бы еще 10 часов, как было бы хорошо. Ну, вот нет такого. А Фриц это вот один из тех ребят, которого смотреть реально мне очень интересно. У него есть все. У него хорошая подача. У него сумасшедший Форхенд. Но уж у Рублева удар справа безумные силы. Фриц бил сильнее. Показывали статистику, средняя мощь Форхенда у Фрица была выше. Фриц уничтожал что Рублева справа, что Надаля. И он прекрасные углы создает. И слева он блестяще играет. И то же, как он слева может выбивать игроков из корта. Может быть, чуть-чуть сразу заглядывая и в финал, но он на левой диагонали, играя с бэкхенда, играл против, соответственно, Форхенда Надаля, и он был на равных. И он переигрывал Рафу. Рафу. Он фантастический игрок. Он несколько часов уже пробыл игроком первой десятки. Вчера была ошибка в расчетах. ATP Tour они очки Индиануэллса дважды посчитали и сначала выдали неправильный рейтинг, в котором Тейлор Фридз был восьмой ракеткой мира. Нет, он пока тринадцатая ракетка мира, но мне кажется, что по своему уровню Фридз это безусловно игрок десятки. Если он сможет сохранить вот тоже свое внимание на теннисе, я думаю, что это игрок десятки на годы. Я не уверен, что он выиграет когда-нибудь большой шлем, хоть один. Я не уверен в этом, в отличие от Илькараса. Но я уверен в том, что я хочу смотреть за Тейлором Фридзом, я хочу смотреть теннис, который показывает Тейлор Фридз. Как я вот неделю назад примерно тоже наверное про Бруксби говорил, вот это игроки, за которыми реально мне очень интересно смотреть. Просто как они играют. Бруксби, Фридз, Медведев, безусловно. И вот Тейлор был топом вот в эти дни. Он был очень хорош. Многие возразятся, что Надаль был травмирован, опять проблемы с ногой, потом там еще и проблемы с ребрами какие-то начались. Ну в общем Рафа конечно не в порядке был. Это правда, но Надаль в порядке, это прямо сейчас наверное первая, вторая или третья ракетка мира. Ну в любом случае, да, там Джокович, Медведев, Надаль в каком-то порядке. Ну травмированный Надаль, ну седьмая ракетка мира это. Ну не ниже, ну восьмая может быть. Не очень много игроков, даже травмированного Надаль, вот такого, как он был в финале Индиангл, смогут обыграть. Фридс смог. И главное, что Фридс же раньше захлебывался часто в таких больших матчах, как раз в концовках, в решающие моменты. Например, с Ци Ципасом на Австралии в этом году. Или с Джоковичем на Австралии в прошлом году, когда Джокович получил травму и когда, в общем-то, Фридс мог всю вот эту историю, которая потом родилась, с почти состоявшимся календарным шлемом, этой истории могло не быть, если бы Тейлор Фридс был бы тогда таким, какой он сейчас. Нынешний Фридс того Джоковича вполне вероятно бы все-таки смог добить. Тот Фридс стал играть мягче, стал куда-то отходить от задней линии и все. Этот Фридс добил Надаля до конца. Первый сет финала по качеству был, ну так, ну не очень. Надо сказать же опять, что и Фридс там была проблема с травмой. Он повредил... И на самом деле, кстати, Рублев-то был, возможно, в паре мячей от финала. На самом деле, как ни парадоксально, потому что при 4-5 во втором сете Рублев подает и Фридс получает травму. Он подходит к судье, он просит физио на следующий переход. Но ему удается этот гейм сделать последним. Он берет подачу Рублева и заканчивает матч. Что было бы дальше, неизвестно. Смог бы Фридс нормально играть до конца? Не смог бы. Он рассказывал, и он, и Томми Пол, его лучший друг, что команда ему говорила снимайся с финала, не выходи на корт, потому что он вышел на разминку, на тренировку предматчевую, и через несколько минут он усугубил эту травму. Он сказал, что это самая страшная боль, которая у него была в жизни. Он не мог ходить. Он 2 минуты потренировался, и все, и ушел с трудом, с тренировки. Это было прямо перед финалом. И каким-то волшебным образом все-таки он на уколах, не на уколах. Он вышел, он сказал, что вообще его не беспокоила по ходу игры эта лодыжка. Майами теперь, конечно, под вопросом, но в целом Тейлор Фридс уже удивляет своими темпами выздоровления, нечеловеческими совершенно, причем в прямом смысле этого слова, не первый раз. Он в прошлом году уже делал операцию по ходу сезона между Ролан Горос и Уимблдоном. И через три недели после операции настоящей с ножами он вышел на Уимблдоне и выигрывал матчи. Сейчас он испытывает самую страшную боль в жизни и выходит и выигрывает в финале мастерса у Надали. Ну, красавец, что? И появилась стабильность у Фридса, потому что он три мастерса подряд он минимум в четвертьфинале, у него был полуфинал Индиана Уэллса прошлого, это была осень, четвертьфинал Парижа и вот теперь победа в Индиана Уэллс. До этого у него не было четвертьфиналов вообще. И вот в последние полгода Тейлор вышел на новый уровень. Это не история одного турнира, это было видно по всем предыдущим турнирам, что он, безусловно, прибавляет. Заслуженная, хорошая победа и Фридса можно только поздравить. И вот одна еще маленькая деталь не про сам матч, а про матч Даниила Медведева с Рафаэлем Надалем в Австралию Нопа. Флэшбэк у меня такой. Даниил жаловался же тогда, что вот так вот болеют против него все. И мы обсуждали, что, ну, когда ты играешь против Надаля, ты должен быть к этому готов. Так вот, Фридс, американец, калифорнийец в Калифорнии, играя в финал Индиан Уэллс, послушайте, как встречала публика его и Надаля, когда они выходили на финал. Надаля встречали куда большими аплодисментами. За Надаля болели. И это Фридс играет у себя дома. Более домашнего матча для него не может быть. Это к вопросу, просто к тому, что Даниилу надо чуть-чуть, и всем надо, когда они выходят против Надаля, быть готовыми, что болеть будут против тебя. Не столько против тебя, сколько за Рафаэль. Ну, есть один игрок, за которого больше болеют, чем за Надаля, естественно, это Федорор. Ну, а что касается Фридса, у него действительно был долгий и тернистый путь. Опять же, приходится это определение использовать на те высоты, куда сейчас добрался Тейлор. Он был очень талантливый, сверх перспективы, перспективный юниор, которого сравнивали с Питом Сампросом, который по удивительному стечению обстоятельств тренироваться начал у Пола Анакона, который тренировал долгое время Пита. И, конечно, ждали все того, что Фридс заиграет, когда ему, допустим, лет 19 будет, 20, но в итоге он поначалу сверкнул и то сверкнул во многом за счет того, что получал ваундкарды от организаторов американских турниров. А дальше вот все это поколение, в как раз в которое входят и Фридс, и Томми Пол, то есть оно куда-то ушло, то есть оно где-то оказалось на задворках. И при этом Тейлору пришлось не просто собирать тот теннис, который он сейчас показывает, он, можно сказать, шаг за шагом по крупицам его собирал. Я вспоминаю конец прошлого сезона. Я комментировал матч Фридса и обратил внимание, насколько он прибавил, что касается удара слева. Ты об этом сказал, что Фридс Бекхенда переигрывал Форхенд-Надаль, но вообще, если так, немножечко отступление в сторону сделать, за счет чего Джокович начал так лихо обыгрывать Надаль, за счет чего он к нему приспособился. Один из главных моментов это то, что он начал продавливать именно Форхенд-Рафы. То есть Бекхенд-Новака позволял настолько глубоко и настолько мощно отправлять мяч под заднюю линию, что Рафа ему приходилось отступать, ему было тяжело, ему он срывал удары. То есть он, Джокович, он нашел ключ, он нашел стержень того, за счет чего можно огромное количество мячей у Надаля выигрывать. Фридс, как раз, возвращаясь теперь уже к прошлой теме, я сначала обратил внимание, что он прибавил слева. Я укрепился в этой мысли, когда смотрел матч Циципаса против Тейлора на Австралии Ноупен этого года. Ну, там вообще весь матч состоял, то есть там много каких-то определенных противостояний было, но одно из ключевых противостояний это обмен ударами слева-налево. И Фридс, который еще пару лет назад, Бекхенд-Фридса, это было, ну, что-то не очень серьезное. То есть это была явная слабость, которую многие использовали. То есть под правил мы старались мяч не давать, а в случае чего начиналась игра с акцентом подлево. Фридс из-за плохой работы ног проседал, во-первых, в движении, во-вторых, у него был не очень хороший удар слева, который, ну, конечно, с места он бил нормально, но как только его заставляли подвигаться, сразу удар слева быстренько пропадал. Вот он добавил, что касается удара слева. У него в команде появился Майкл Рассел, который, вот он-то как раз свое доиграл, в отличие от Хуана Карлоса, Феррера. Но опять же, вот те идеи, возможно, то мышление, которое много лет Расселу с его очень скромными физическими данными позволяли держаться на определенном уровне, он это передает Фридсу. Ну и, конечно, подача, она и была у Тейлора. Подача, которая не просто за 220, а порой под 230 получается у Фридса. Вот, наконец-то, все это воедино он собрал. Это касается и форхенда, о котором ты уже сказал, и бэкхенда, о котором я сказал, и подача, о которой мы оба сказали. Ну и, конечно, теннисное мышление тоже Тейлор в этом компоненте прибавил. И сейчас, вот опять же, он собрал эту игру воедино, и он разобрался головой, как управлять игрой, то есть, как использовать все эти элементы, все эти сильные стороны, которые у него есть, как собрать одну общую целую игру из этого. Да, ну и вообще, я бы отметил, конечно, что у американцев поколение раскрывается, и сейчас очень сильно они так доминируют, пока их нет на топовом уровне, вот среди самых сильных игроков их нет, но в топ-40 7 американских игроков. Фритц, Апелко, Изнер, Тиафо, Томми Пол, Себастьян Корда и Дженсен Бруксби. Плюс, Маркос Гирен добился огромного прогресса за последнее время. Ну, Гирен, наверное, это вряд ли игрок, там, даже топ-20, не факт, что, да? Но, тем не менее, вот этот уровень американская школа порождает. Маккензи, Макдональд поднимается, ну и главное, конечно, мы ждем, что, ну, мы ждем, конечно же, Максим Крисиза играет, который проигрывает матч за матчем постоянно, но есть же еще, вообще-то, Брэндон Накашима, тоже огромный талант американский. И вот Томми Пол, лучший друг Тейлора Фритца, они же, они вместе еще по юниорам играли, они там как раз делили друг с другом шлемы, и сейчас оба выходят на новый уровень одновременно. Ну, Томми Полу, конечно, посложнее будет, он невысокий, но тоже игровик, тоже очень яркий теннисист, и вот эти 24-летние ребята, Фритц, Апелка, Тиафа, Пол, плюс 21-летний Корда и Бруксби и 20-летний Накашима. Ну, это серьезное такое ядро, которое, конечно, наверное, американский теннис в ближайшие годы выведет на серьезный уровень. Ну, с другой стороны, чему здесь удивляться, что касается развития американских теннисистов, у них великолепная база, если даже один штат, в котором сейчас будет проходить мастерс, взять, Флориды, то есть там целая россыпь академий на любой вкус и цвет и для тех, кто побогаче, и для тех, кто более ограничен в финансах. Если посмотреть визуально на эти базы, то для тех, кто играл, конечно, это глаз просто может обрадоваться, если увидеть эти десятки кортов, которые, по сути, в любой месяц года доступны. Ну, и что касается даже бесплатных площадок, даже можно по какому-нибудь крупному... Много, да? Да, их много, то есть можно идти по крупному городу, например, по такому, по маленькому городу можно идти, там будут при школе могут быть корты бесплатные, приходи играй, и это важно. И корты, и стенка, и вот, да, и получается, за счет этого они добиваются массовости, то есть и играют те, кто собирается чего-то добиться, и играют те, кто просто играют для себя, ну, и даже, что тут говорить, студенческий спорт в Штатах хорошо развит, и, по сути, каждый уважающий себя и сильный теннисный университет имеет великолепную теннисную базу, которая, конечно, позволяет развиваться. Ну и, собственно говоря, в подтверждение этого уже как-то такие последние ноты нашего этого очень длинного выпуска парный турнир и Индиан Уэллс тоже выиграли американцы, мужской парный турнир. Джон Изнер и Джек Сок победили, причем они уайлдкарт получили, но сетка, которую они прошли, это вообще выдающееся что-то. Мектич и Павич в первом круге, первые, первая пара мира, во втором круге Кокинакис, Кириос, Дальше Фелисиано Лопес и Стефано Сциципас, Андрей Голубев и Александр Зверев в полуфинале, ну и, может быть, самое невзрачное для такого уха, кто не следит за парами постоянно в финале, Сантьяго Гонсалес и Эдуар Рожеваслен. Но дорога просто усеяна звездами, разбитыми Изнером и Соком. В общем, поздравляем и их тоже. Ну, а тур переезжает, как ты уже, да, отмечал, в Майами. С вечера среды мы начнем транслировать турнир WTA. Со среды начинается World Feed и постараемся, конечно же, максимально освещать. Там, по пять матчей, да, в день у нас будет. Обязательно смотрите и будем в подкасте встречаться, конечно же, и промежуточные итоги подведем в Майами тоже, наверное, перед четвертьфинальной стадии. И, конечно же, итоговый подкаст после Майами мы тоже запишем. Тем более, что это такая уже важная будет граница окончания хардового сезона и переход к грунту. Да, из девушек, из россиянок играют Самсонова, Кудр Метова, Александрова и Дарья Касаткина. Это те наши девушки, которые уже в основной сетке. Ну, плюс вот на момент записи нашего подкаста Вера Звонарева и Анна Калинская играют в квалификации и также могут оказаться в основной сетке. Ну, а что касается мужчин, то, в общем-то, привыкли мы уже. Можно не называть даже, кто у нас играет из россиян каждый турнир. Это та самая золотая четверка российская. Но очень интересные матчи в перспективе могут быть. Например, Тейлор Фридс если он все-таки будет играть. Он может с Кареном Хачаном сыграть в третьем круге. Андрей Рублев уже во втором круге потенциально может сыграть с Ником Кириосом, которому вайлдкарт дали. И также во втором круге уже может состояться матч Даниил Медведев против Энди Маре. И Аслан Каратцев против действующего победителя турнира в Майами может сыграть в третьем круге против Хуберта Хуркача. То есть турнир. И что касается девушек и что касается мужчин как всегда крайне интересны. Будем за ним следить, наблюдать, но и держать вас в курсе. Ну и последнюю буквально реплику хочется посвятить Марине Мельниковой, которая выиграла турнир серии ITF 25-тысячник в Колумбии. Обыграла она в финале некогда одерживающую интересные победы в туре Паулу Армачео из Аргентины. Но Мельникова была и так одной из фавориток этого турнира, поэтому в общем-то то, что она победила, хотя и закономерно, но тем не менее поздравляем с победой, желаем дальнейших успехов. И нельзя было, скажем так, этот, пусть и локальный успех Марины, но не отметить. Ну что ж, друзья, выпуск получился очень большим. И мы надеемся, что вам будет интересно слушать его. Настолько же интересно, насколько нам было обсуждать все то, что мы обсуждали для вас. Роман Комин, Вадим Кольцов. Это был подкаст «Выход к сетке». И до новых скорых встреч на просторах нашего подкаста, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok